В этой видеозаписи собраны задания по курсу. Выполнение каждого из заданий приносит слушателю 1 балл. Для получения зачета требуется набрать не менее 10 баллов. Есть обязательные задания, которые необходимо выполнить. К таким заданиям относятся регистрация учетной записи в Вики-системе, создание страницы участника в Вики-системе, оформление страницы участника при помощи шаблона, создание изображения, не нарушающего закона об авторском праве и загрузка его на Вики-склад, размещение изображения с Вики-склада на своей странице участника, создание страницы черновика в Вики-системе, выполнение не менее 110 правок в основном пространстве любой из Вики-систем, РУВИКИ, Википедии или в обеих суммарно, выполнение не менее 100 правок в пространстве онтологической системы проекта Вики-данные. На нашем курсе в качестве тренажеров для практической работы с Вики-системами и выполнения заданий используются две сетевые платформы. Комплекс проектов фонда Вики-медиа, в число которого входит Википедия, и комплекс проектов сетевой энциклопедии РУВИКИ. Учитывается и оценивается баллами выполнение заданий к занятиям в каждой из Вики-систем. Полученные баллы суммируются. На слайдах презентации будут показаны QR-коды, ведущие к ссылкам на видеоролики, помогающие выполнять задания каждого занятия. Заданием первого занятия является регистрация слушателей в Вики-системах. Для облегчения процесса регистрации учетной записи и создания личной страницы участника в РУВИКИ снят видеоролик, QR-код с вызовом которого размещен на текущем слайде. Заданием ко второму занятию является создание страницы участника для зарегистрированных вами аккаунтов в РУВИКИ и Википедии. После регистрации в каждой из сетевых энциклопедий слушателю необходимо создать в каждой свою личную страницу участника. Это будет вторым заданием курса. После регистрации вы получаете дополнительные возможности, инструменты для работы в пространствах этих энциклопедий. В Википедии также вы получаете возможность писать конфиденциальные электронные письма другим участникам с любым статусом с использованием системы Википочты. В РУВИКИ на сегодня системы Википочты нет. Ссылка на страницу участника автоматически включается в подпись участника. На слайдах презентации будут показаны QR-коды, ведущие к ссылкам на видеоролики, помогающие выполнять задания второго занятия. Для облегчения процесса создания личной страницы участника в РУВИКИ снят видеоролик, QR-код с вызовом которого размещен на текущем слайде. Для облегчения процесса создания личной страницы участника в Википедии снят видеоролик, QR-код с вызовом которого размещен на текущем слайде. Заданием третьего занятия является ознакомление со счетчиками правых участников в сетевых энциклопедиях Википедии и РУВИКИ. На слайдах презентации будут показаны QR-коды, ведущие к ссылкам на счетчики правок соответствующей сетевой энциклопедии. На текущем слайде размещен QR-код, открывающий счетчик правок Википедии. Для выполнения задания требуется, введя в поле User счетчик и никнейм выбранного вами участника сетевой энциклопедии, получить отчет по данному участнику и прислать его скриншот на e-mail адрес или в личку ведущих. На текущем слайде размещен QR-код, открывающий ссылку на счетчик правок в сетевой энциклопедии РУВИКИ. Для выполнения задания требуется, введя в поле счетчика имя участника, логин выбранного вами участника сетевой энциклопедии, получить отчет по данному участнику и прислать его скриншот на e-mail адрес или в личку телеграм-ведущих. Сравнив функционал инструментов счетчиков правок двух энциклопедий, трудно не заметить, что в счетчике Википедии он намного богаче. Открытая система определения объема и качества работы каждого участника является важным средством мотивации участия в проекте, имея возможность сравнивать результаты своей работы с результатами других участников. После выполнения заданий первых трех занятий, регистрации в Википедии и создания страницы участника, слушателям предлагается четвертое задание – оформление своей личной страницы участника при помощи юзербоксов. Для облегчения задачи мы создали несколько шаблонов юзербоксов, которые, по нашему мнению, могут подойти слушателям курса. Это юзербоксы студента МГУ, выпускника МГУ и участника проекта «Ковчег знаний МГУ». Создание шаблона юзербокса не представляет сложной задачи, поэтому некоторые участники создают свои личные юзербоксы. Вы можете установить на своей странице участника вначале более общий юзербокс, например, студент МГУ, а затем заменить его на изготовленный вами шаблон, уточняющий ваш факультет, например, студент биофака, или поступить аналогично с шаблоном выпускника. На текущем слайде представлен юзербокс студента МГУ. Заголовок слайда содержит гиперссылку на страницу данного шаблона юзербокса. В правом верхнем углу слайда вы видите вид шаблона, как он будет выглядеть на странице участника. В середине слайда показан код шаблона в режиме вики-разметки. В нижней части слайда ссылка к набору палитры цветов в кодах языка HTML. Поскольку язык вики-разметки просто сильно упрощенный язык HTML, то нам эта ссылка пригодится для выбора цвета поля шаблона. Стрелками мы указали на места в коде, которые отвечают за надпись на шаблоне, адрес гиперссылки и цвет фона. На флажке стрелки желтого цвета на этом и последующих слайдах более крупно показан код цвета, заданного для окраски фона юзербокса под надписью. Если код заменить, выбрав другой код из перечня цветов из палитры HTML, ссылка на которую помещена в нижней части слайда, то цвет будет изменен на выбранный вами в соответствии с кодом. Но нужно понимать, что цвет шаблона изменится также на страницах всех пользователей, его использующих в настоящий момент. На текущем слайде показан юзербокс выпускника МГУ. В заголовок слайда также заложена гиперссылка на страницу данного шаблона юзербокса. На флажке стрелки серого цвета на этом и последующих слайдах более крупно показан код, отвечающий за надпись на шаблоне и адрес гиперссылки на заданную статью Википедии, которая будет открываться при клике на юзербокс. В данном случае мы видим в двойных квадратных скобках, означающих вики-разметке гиперссылку, аббревиатуру МГУ. В этом случае гиперссылка будет отправлять всех на статью Википедии о Московском университете. Аббревиатура МГУ после вертикального знака, называемого пайпом в тройных апострофах, вызывает надпись МГУ, сделанную полужирным шрифтом. В верхней части слайда приведен пример правильного заполнения поисковой строки при поиске шаблона. В нашем случае примером служит шаблон юзербокса «Ковчег знаний МГУ». В нижней части слайда показана правильная форма установки шаблона юзербокса на страницу участника в режиме «Править код». Нет смысла переносить всю формулу уже созданного шаблона на свою страницу. Достаточно вписать название шаблона в двойных фигурных скобках. Надеемся, что эти примеры помогут вам выполнить третье задание. В случае затруднений вы можете задать вопросы на семинаре или отправить письмо на адрес электронной почты ведущих или через телеграмм в личку. Мы посвятили в описании системы юзербоксов в вики-системах преобладающую часть примерами из Википедии, поскольку здесь она более проработана. Однако, значительная часть шаблонов юзербоксов, разработанных в Википедии, работают в Рувике. Пятым заданием является создание страницы черновика участника в Википедии и в Рувике. Черновик – страница, находящаяся в личном пространстве участника и используемая для создания черновых вариантов статей. Этот вид страниц обладает следующими преимуществами. Работа над текстами на странице черновика может продолжаться неограниченное время. Если статья слишком короткая, ее не удалят из черновика. Если статья представляет собой недоделанный ручной перевод, ее не удалят из черновика. Можно всегда запросить у администратора удаление страницы черновика, установив на странице черновика специальный шаблон. Чаще всего черновики называются так. Участник, двоеточие, имя участника, слэш, черновик. Участник, двоеточие, имя участника, слэш, черновик, номер черновика или дополнительное название. Участник, двоеточие, имя участника, слэш, название статьи. Это правило соблюдается для обеих энциклопедий. Отличий в процедурах создания страницы черновика практически нет. Шестым заданием является выбор названия статьи с использованием системы мастер-статей в Википедии. Набирайте в поисковой строке аббревиатуру ВП, двоеточие, мастер-статей или полностью Википедия, двоеточие, мастер-статей. Открывайте по ссылке первую страницу системы мастер-статей. Выбирайте тему статьи, которую могли бы написать, но на сегодня отсутствующую в Википедии. Проверяйте возможность ее создания по различным критериям при помощи мастера-статей, следуя инструкциям системы. Определившись с окончательным наименованием статьи, вносите выбранное название в шаблон верхней строчки вашей страницы черновика, как это описывается далее. Также создаете на странице черновика преамбулу статьи под выбранным вами названием. Преамбул обводная часть статьи, в которой содержится краткое разъяснение темы. Сообщайте о выполнении задания со ссылкой на страницу черновика ведущему курсу, в личку телеграмма или на электронную почту. Обычно в первой строчке страницы черновика ставится шаблон, сообщающий о том, что эта страница не относится к основному пространству Википедии, где размещаются статьи. В режиме «Править код» этот шаблон имеет вид, представленный на слайде. В двойных фигурных скобках, обозначающих, что это шаблон, пишутся слова «Временная статья», затем ставится «Пайп» – вертикальная черта, разделяющая символы в шаблонах, и ставится название планируемой статьи. Если статьи в основном пространстве Википедии нет, то название в режиме чтения окрашено в красный цвет. Если статья есть, то цвет будет синим, а надпись становится кликабельной, и при клике на нее перенаправляет нас на страницу статьи. В случае, если вы собираетесь разрешить участие в работе на данной странице черновика других участников, то после следующего пайпа вы ставите буквы «ПС» – знак равенства и единицу. Внесение этих символов при срабатывании шаблона откроет плашку с надписью «Править эту статью» – приглашаются все желающие. В случае отсутствия пометки «ПС» равно 1, что означает аббревиатуру «Правьте смело», надписи, приглашающие других участников, к совместной работе не возникает. В этом случае вносить правки в страницы, относящиеся к личному пространству участника, к которому относятся страницы черновиков, по правилам Википедии считается неэтичным. Требуется создать изображение, не нарушающее закона охраны авторского права. К таким изображениям заведомо относятся селфи, фотографии домашних питомцев, зданий, людей с их согласием. Загрузить сделанное вами изображение на Викисклад при помощи мастера загрузки изображений. Разместить загруженное на Викисклад изображение на своей странице участника. Слушателям предлагается сделать собственную фотографию или поместить на Викисклад с кратким описанием на условиях свободной лицензии. Главное при загрузке указать, что вы являетесь автором данной фотографии. Это возможно, если вы попросите друзей сделать ваш снимок на ваш смартфон, сделав селфи или скопировав свое изображение из зум-конференции. Если по какой-либо причине вы не захотите размещать собственную фотографию на Викисклад и страницу, то можно использовать сделанную вами фотографию того, что вы хотели бы поместить на Викисклад и свою страницу участника. Для примера приводится размещение фотографий преподавателей курса, предварительно загруженный на Викисклад на странице участника инженер знаний. В верхней части слайда показана стандартная форма для размещения на любой странице Википедии изображения с регулировкой параметров. Эту форму вы увидите, если откроете страницу участника инженер знаний в режиме «Править код». Напомню, параметры, входящие в эту форму и их функции. После двойных квадратных скобок стоит слово «файл» по-русски и после двоеточия без пробела имя файла на Викискладе. Можно использовать английское слово «файл». Работают оба варианта. После первого пайпа вертикально-разделительной черты стоит слово «мени» в английском варианте «thumb». Также будет работать. Установка этого параметра открывает под изображением поле для текста. После второго пайпа желаемый размер отображения изображения по ширине с параметром пикселей «px» без пробел. После третьего пайпа параметр, определяющий выбор стороны, к которой должно прижиматься изображение на странице. Слева, справа, центр. Можно по-английски. Соответственно, left, right, center. По умолчанию, если пропустить параметр, изображение прижимается к правой стороне страницы. После четвертого пайпа название изображения, как вы хотите его видеть на странице. В нашем примере использованы окружающие текст, открывающие и закрывающие теги, центр для центровки надписи под изображением и смол уменьшенный текст. Не забывайте закрыть выражение обратными двойными квадратными скобками. По правилам вики-склада, если на изображении больше одного человека, желательно указывать, кто слева, а кто справа, как в приведенном примере. Если для иллюстрации статьи нашлась только фотография с двумя людьми, то достаточно пояснить справа или слева изображение персонали, которой посвящена статья. Создание оригинальной подписи производится в настройках аккаунта. Доступ к настройкам осуществляется кликом на кнопку настройки в верхнем меню на странице участника, на которой на слайде направлена красная стрелка. В настройках оформление подписи находится в разделе «Личные данные», на кнопку которого указывает оранжевая стрелка на слайде. После перехода в раздел «Личные данные» находим место, где настраивается подпись. На этой странице показано, как выглядит текущая подпись участника в режиме чтения для остальных участников Википедии. В рамки под названием «Новая подпись» можно ввести соответствующие элементы HTML-кода, которые сформируют вид вашей новой подписи. В нижней части слайда для примера показана строчка, состоящая из элементов HTML-кода, формирующей тот вид подписи, который показан ниже. Элементы HTML-кода позволяют выбрать вид шрифта, цвет подписи и ее стиль. Подпись участника автоматически проставляется при установке трех или четырех тильт в режиме «Править код». Предлагается создать оригинальную подпись в настройках аккаунта, используя коды HTML. Таким образом, при желании каждый из слушателей может сформировать выбранный им самим оригинальный внешний вид подписи. Оригинальный вид подписи обозначает уровень квалификации подписывающего. Не авторизованные участники не имеют подписи, вместо нее проставляется IP-адрес. Автоматизированная процедура установки подписи в пространстве Википедии важна, поскольку писать что-либо, не подписывая, считается неприличным. И вам на это сразу укажут другие участники. Участнику достаточно поставить в режиме «Править код» три или четыре тильты подряд, из которых ботом в сохраненном тексте будет сформирована подпись с вашим именем участника со ссылкой на вашу страницу обсуждения и датой и временем внесения подписи в случае установки четырех тильт и без даты и времени при установке трех тильт. Подписать свое сообщение, добавив в конец сообщение символы четырех тильт, можно автоматизированным путем, нажав на ссылку для их вставки, находящуюся над кнопкой «Записать страницу». На слайде показана оранжевая стрелочка. Также можно использовать кнопку подписи, расположенную в верхней части кнопок над окном редактирования, которая добавляет тире перед подписью. На слайде показана красная стрелка. В этом случае перед подписью будет прописан знак тире. Как будет выглядеть фраза с четырьмя тильдами после сохранения текста, показана в нижней части слайда. У незарегистрированных участников вместо имени в строке подписи автоматически устанавливается IP-адрес, с которого они работают. И еще, почему для подписи выбраны тильды. Это понятно на любом языке. На текущем слайде показаны страницы участника, созданные в трех иноязычных разделах Википедии – английском, французском и китайском. Слушателям предлагается для выполнения этого задания создать и оформить свои страницы участника в трех иноязычных разделах по выбору слушателя. Страницы требуются оформить изображением и юзербоксами, аналогичными размещенными на личной странице участника в русскоязычном разделе, но учитывая изменение языка в подписях. На текущем слайде показано, как устанавливать ссылки, ведущие к страницам участника в других языковых разделах Википедии. Слева показаны форматы записи гиперссылок в режиме «Править код» на страницах в английском, французском и китайском языковых разделах. Для того, чтобы ссылки срабатывали, требуется предварительно создать страницы участника в тех языковых разделах, которым направлены гиперссылки. Важным элементом системы, созданной фондом Викимедиа, является антологическая система сетевой энциклопедии, называемая проектом Викиданные. Выполнение десятого задания заключается в создании страницы участника этого проекта, ее оформлении и совершении 100 правок в пространстве проекта Викиданные. На текущем слайде красная стрелка указывает на число правок в проекте, фиксируемое счетчиком правок участника. Это задание по созданию сообщений на странице обсуждения другого участника Википедии. У каждого участника Википедии есть страница обсуждения, которая создается при его регистрации в системе и остается навсегда. Страница обсуждения не удаляется даже в случае удаления личной страницы участника. Поэтому сообщения на этой странице и ответы на них являются значимыми для любого участника. Диалоги на страницах обсуждения являются основным способом общения участников Википедии. Следует учитывать, что в отличие от приватного способа общения участников посредством Википочты, переписка на страницах обсуждения открыта для просмотра всех участников. Слушателям курса важно иметь навыки такого взаимодействия. Если нужно сообщить что-то важное другому участнику, то придя к нему на страницу обсуждения, первоначально следует изложить суть сообщения, открыв поле путем нажатия на кнопку меню «Добавить тему». После изложения сути сообщения следует в теле сообщения изложить вопрос к участнику. Предметом обращения может быть просьба о помощи, предложение или замечание. После изложения сути сообщения следует поставить в режиме «Править код» свою подпись в виде четырех тильд, которые будут автоматически преобразованы в вашу подпись с указанием времени записи вами сообщения. Поскольку все правила Википедии направлены на создание сетевой энциклопедии, то желательно, чтобы темы сообщений тематически были связаны с этой задачей. В ином случае это может вызвать претензию администраторов, хотя это бывает не часто. На текущем слайде в верхней части размещен скриншот страницы обсуждения ведущих курс с никнеймом «Инженер знаний». Ниже для примера приведены три примерных образца сообщений участников в режиме «Править код».